Приветствую вас дорогие друзья на канале Михайлович Топи Геймс. Сегодня ждем видео мы откроем много ящиков в транспортном хабе. Но я также понимаю, чтобы видос был достаточно интересным, я пройду транспортный хаб. Ну а если ты пришел именно смотреть ящики, то ящики будут открываться буквально через несколько секунд. Но и я хотел попросить у тебя поставить лайк, написать комментарий, это очень важно. Также делитесь роликами, это не менее важно для продвижения контента. Ящиков будет несколько, я хочу просто этим роликом показать, доказать, что у нас модули на дрон это не самое легкое. То есть если ты думаешь, что собрать дрон это самое тяжелое, то модули на дрон это еще тяжелее и тернистей путь. Итак, ребят, кто пришел смотреть именно на открытие ящиков, они будут открываться сейчас. Сейчас в конце я открою только вот этот ящик, который сейчас мне выпадет. А вообще я открыл очень много ящиков, готовил этот видос не один день. Открывал самые только топовые ящики и в принципе ради этого мы сюда и пришли. Как я и говорил, это отдельное записанное открытие ящиков. Сейчас мы смотрим. У меня белая полоса, но не то, что белая в удаче. Потому что, ну вот, модули на дрон пока что не падают и с одной стороны даже ключи не каждый раз выпадают. Если ты хочешь сказать о том, что усиленный антиротсад выпадает каждый раз, то не каждый раз выпадают и такие покемонские везения вещь тонкая. Ну а мы продолжаем, потому что в этом видосе в начале открытия. И не забудь, что в самом конце видоса тоже. То, что мы называем открытие ящиков за собой, естественно, скрывает большое количество времени, которое потрачено на то, чтобы эти ящики добыть. Итак, в этот раз у нас выпал вот такой вот сладкий резонатор. Эта тема очень-очень тоже интересная. Это оружие можно чинить с помощью ячеек питания. Если ты знаешь о чем я, пиши обязательно в комментариях. Ключи перестали падать, но я надеюсь, что модуль сегодня выпадет. 10 ящиков это не самое слабое, что можно было открыть. Поэтому, ребят, за лайки не забывайте. Поехали дальше. Я забираю все домой. Ну а у нас открытия дальше опять такие же. Активируя ящики, понимаю, что каждый раз может быть именно твой. Именно твой с модулями. Ну вот, как вы видите, у нас в этот раз уже достаточно прикольный антироцетик и резонатор. И сразу вот такими вот ячейками питаниями этот резонатор можно восстановить. Очень прикольно, интересно. Ну, в принципе, кому что, мне это приятно. Приятно забирать лут и отправляться до дому. Да тут уже и говорить, конечно, нечего. Просто-напросто открываем, да и смотрим. Смотрим, что выпадет и надеяться на самое лучшее. Модулей как не было, так и нет. Ищем, ищем, ищем. Активация ящика, в которой может даже и не оказаться тем, чем хочется. Ящики в пути, не могу пройти. Вот он, ящик. Который, в принципе, тоже с резонатором. Тоже и с боевым антироцетик шлемом. Но все-таки еще кажется далеким от того идеала, который нам нужен. Активация ящика, ребят. Почему-то чувствую, что именно в этот раз выпадет. Все-таки уже с десяток ящиков, в общем, открыто. Приблизительно. Но модуля как не было, так и нет. Лут, конечно, отличается. Плюс-минус чем-то. Но все-таки это еще, ну, даже не приблизительно то, что мне нужно. Очень хотелось бы вкусненький лутец, который принесет нам модуль на дрон. Заморачиваться можно очень долго. И, может быть, и так произойдет, что и 10 открытий ящиков просто-напросто не дадут нужного результата. Да, жесть как она есть. И ничего здесь не изменить. Нет. Это все мы забираем до дому. Остается постоянно кислота. Ну и все. Просто молча открываем очередной ящик. Надеюсь на что-то вкусное. Ну, что-то новое. Это газовый баллон. Кстати, и газовые баллоны на АТВ тоже здесь выпадают. Интересно, есть ли ребята, у которых есть дрон, но нет у АТВ. Это тоже очень интересный вопрос. Еще один ящик, ребят. Надежды умирают последними. Вообще, что? Как-то вообще маловато, что, выпало? Ну, мне кажется, я перехвалил этот ящик. Как-то мало всего выпало вообще. Ну ладно, ну что? Живем. Даже без слов все понятно, что ящики стали скутнее. Ну ладно, шоколадно, ребят. Я понимаю, что это не может длиться бесконечно. Надеюсь, кто-то после открытия ящиков остался тут вместе со мной. И мы, ребят, отправляемся просто на зачистку. Это автоматически, это максимально автоматически делается. Потому что хаб уже не впервые чистится. И я думаю, что каждый, кто уже имеет дрон, здесь был неоднократно. Понимая, о чем идется в ролике. Потому что можно открыть десятки ящиков здесь, самых топовых. И так и не получить, увы, ни одного модуля. И я знаю, что вы очень везучий человек. Вам модули выпали уже практически после первого открытия. А после второго вы уже получили второй. А после третьего третий. Но у меня все завязано совсем по-другому. И представляешь себе, что я реально трачу большущее количество времени на открытие этого всего. Какой босс выпадает, никогда не знаешь. Что здесь получаешь, никогда тоже не знаешь. Но я знаю только одно, что мы вместе с вами, друзья, сделаем ветера. И посмотрим все, что здесь есть. И я, как всегда, забываю дрон у себя дома. Я не думаю, что сейчас это большая проблема. Нам нужно слить босса. Босс это тот дядька, который, ну, как всегда, наводит шороху. И, кстати, пора бы и написать. Мне очень интересно, много ли нас здесь осталось. Тех ребят, которые смотрят саму зачистку. Я вам так скажу, что транспортный хаб даже не самым топовым ящиком конечным имеет достаточно впечатляющий лут. Итак, это будет кто? Мясник. Кстати, мне мясник намного проще сливается. Я не знаю, как тебе. Но у меня мясничок-боровичок очень, ну, не очень, но очень слабее, чем, например, тот же шахтер. То есть мясничок-боровичок у меня такой себе дядька, которого можно слить, сильно не напрягаясь. Например, вот этот рык вызывает еще больше индюшек. Поэтому я как бы не пытался там их сливать, чтобы он не хилился. По-моему, по барабану, насколько быстро и долго ты это делаешь. Итак, моя цель где-то индюшка еще одна должна бегать. Ну, если нет, то по барабану сливаем мясника. Мясник. Он делает несколько комбо. Вот, я слил сразу индюшек всех. Нужно не давать, в принципе, поближе подходить нашему мяснику к зомбятинке, именно к индюшатинке. Поэтому важно всегда где-то его подальше отводить. Критует 172, как вы видите. Мясничок-боровичок 130. Он даже кричит, он даже не прорисовалась эта вся тема. Итак, индюшка. Все, у меня индюшка клюнула, а он начинает отжираться. Ему пофиг на все, что здесь происходит. Так, вонючка. По-моему, я где-то все потерял. Контроль над всем прохождением. И это выглядит как-то странновато. Мясник. Так, опять вызывает своих курочек, шубатурочек. Идите сюда, куры. Я надеюсь, что так будет как-то лучше, намного проще его слить. Но мне кажется, что он вызовет их за секунду, и за секунду уже пойдет, откушается второй раз. Не успел. Итак, что мы имеем с этой локацией? Мы имеем ключ, который даст нам возможность, естественно, пошариться там в самых топовых ящиках. Ну и секунда дела, когда я еще сейчас бегаю по дрон, потому что здесь нужно все отсканировать. Мы продолжаем наше путешествие. Нам нужно активировать сейчас ящики. Но сразу же скажу, что ящик будет открыт самый-самый конечный, потому что меня интересуют только модули на дрон. Да, можно сказать, что там, а почему в поселение ты ресы не берешь? Тут падают неплохие ресурсы в поселении. Если честно, можно немного подняться. Но я пока что только дрон, только дрон качаю. Хочу дрон, который убивает МК-7 с одного удара, потому что все другое меня пока что не интересует никак. Подождем, пока сагренные через стену зомби подойдут ко мне в упор. Это тоже нужно, чтобы просто справиться с этой проблемой. Чтобы потом, конечно, они с тобой не бегали. Если они у тебя согрелись, им по барабану, с какой стороны ты будешь. Они тебя найдут. Итак, СВД. Очень топовая тема. Я в свое время, блин, качал снабжение. Как я еще раз говорю, что самое большое количество лута я терял на снабжении. Если ты помнишь, то на снабжении я сейчас и потерял очень большое количество СВД. СВД, по-моему, все я там на снабжении посливал. Это, конечно, беда. Но что поделать? Ничего не поделаешь. И, конечно же, активируем следующий ящик. И смотрим, что у нас выпадет. Так, тут будет сейчас плевок очень неприятный. Кстати, броня здесь имеет роль, конечно. Чем лучше бронь ты оденешь, тем больше защиты будет. Кстати, о котах я говорю, что они появляются сейчас просто практически везде. Единственное, где в бункере Альфа я котов еще не видел. Коты начали появляться везде. Я думаю, что эта тема может подсказывать, что у нас в скором будущем котики появятся. Но это не точно. В этом месте нужно использовать оружие, которое у нас имеет бронебойность. Вернее, генезиское, как его называют, так оно и есть. В принципе, бронебойность. Вот оно. До свидания. С таким оружием ты с легкостью справляешься с здешними зомби. И продолжаешь двигаться дальше. Ну да, здравствуй, приветствую. Всем хорошо. Вот так вот. Привет, привет. Привет, я твой дед. Отличненько. И теперь вот начинается именно то, о чем я говорил. Ты не думаешь, что ты соберешь дрон. Если у тебя дрона нет, то ты придешь вот сюда и просто заактивируешь то, что я сейчас буду делать. Например, у тебя будет доступ только к этому ящику. После этого тебе придется еще собирать. Собирать погрузчик. А поверьте, погрузчик собрать это тебе не в тапки. По-маленькому ходить, это очень сложный путь и труднейшее, как говорится, прохождение. Кстати, тут падает все, что только твоя душа может пожелать. И ресурсы здесь просто, то есть проходить сквозь ящики не нужно. Нужно активировать и лутать все, что здесь выпадает. И так вот этот погрузчик, чтобы поднял ящик, хотя я бы, наверное, что-то придумал. Какую-то доску бы поставил, и было бы все чеки-бомбони. Итак, у нас белый ящик, чаще всего он и выпадает, и я его активирую. Сейчас груз отсканирован, и я, ребят, буду делать ветер, открывать этот ящик. Вы помните, если вы где-то перемотали, то там в начале, где-то на второй минуте, все происходит. Магия происходит, там открытие где-то в районе 7-8 ящиков. 7-8 ящиков, это несколько откатов этой локации, и поверьте, это не самое легкое, что может случиться с игроком. Но, если честно, я вообще планировал 10 открыть. Не знаю, на какой момент выйдет этот ролик. Я думаю, что десятка, это то, что доктор приписал. 10 ящиков активировано. Режим активации готов. 10 ящиков в транспортном хабе должно быть открыто. Именно самых крутых, именно самых шикарных. Вот такие вот ящики меня интересуют. Вот именно вот эта вот схема модуля интересует. И именно их я и буду открывать. Нажимаем загрузить, и все, что вы здесь видите, у нас происходит магия. Потому что здесь должно нам выпадать то, что мы хотим. Ну, во-первых, это генезисский ящик. Тут есть много чего интересного. Но, друзья, есть, знаете, что? То, что хотелось бы получить. Я не получил, конечно же, сейчас на дрон модуль. Я не знаю, попадутся ли мне за 10 следующих открытий этот модуль на дрон. Это редчайшая тема. И мы сейчас открываем охоту на него. Ключ для крана. Активация груза, естественно, такого же красивого, беленького, симпатичного происходит и второй раз. И, в принципе, или третий, какая разница, мы делаем ветер. То, что вы видели, опять-таки, у нас выпадает. Опять у нас тоже такой же сет. У нас все то, что вы заметили в прошлый раз. И, конечно же, немного даже больше. Я понимаю, что этого лута недостаточно. Но это тот длинный тернистый путь к модулю, который все-таки еще до сих пор не выпадает здесь в игре, ребят.